В фойе третьей поликлиники врач-кардиолог и терапевт измеряли артериальное давление всем желающим. Пункт замера здесь вел свою работу с 10 до 12 часов. Тем временем другая бригада работала на автовокзале. Так желающие могли узнать не только цифры своего артериального давления, медики могли просчитать факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как рассказали нам специалисты, в третьей поликлинике особая роль отведена скрининговым обследованием. Например, в 2014 году у нас было 9 человек смертности от заболеваний давления и сосудов. В 2015 году снизили до 5 человек. Благодаря тому, что все равно проходит скрининг, люди больше получают информации о давлении, уже есть желание людей свое давление узнать, поэтому смертность снизила и до 5 человек. Но все равно еще у нас высокий уровень давления, это одно из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день. Участники акции активно брали с собой раздаточный материал, брошюры и буклеты, в которых доступным языком рассказано о том, как свести к минимуму развитие сердечных заболеваний, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. На сегодняшний день, по словам медиков, остро стоит проблема низкой приверженности пациентов к лечению. Многие боятся регулярно принимать таблетки. Но я хочу сказать, думаю, что пить таблетки – это опаснее, чем повышенное давление. Я хочу сказать, что иметь повышенное давление – это намного опаснее, чем выпить одну таблетку утром. Поэтому хочется еще благодаря таким акциям людей привести к тому, что лечение – это не опасно, опаснее ходить с давлением. Поэтому те, кто имеют давление, они должны обращаться к врачам, мерить свое давление ежедневно и не думать, что если их ничего не беспокоит, то значит все хорошо. То есть у нас есть скринговый кабинет. Любой, даже не достигший 40 лет, может обратиться туда. В случае выявления у пациента риска сердечно-сосудистых заболеваний, врачи берут его на диспансерный учет. Таким пациентам ежемесячно на бесплатной основе выдаются лекарства. Тем не менее, профилактику любого заболевания врачи выдвигают на первый план. Люди, как сказать, меньше двигаются, больше кушают. Лишний вес – это расклероз сосудов. В основном это сосуды. То есть идет генерализован от расклероз сосудов. Вот это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на сердце. И сердце работает под нагрузкой. То есть, чтобы кровь протолкнуть по забитым сосудам, сердце должно увеличить свою работу. Работа увеличивается за счет давления. Поэтому, чтобы, как сказать, снизить вообще само возникновение заболевания, нужно работать над образом жизни и над своими привычками. Всего в этот день медики измерили давление 196 желающим. Из них у 32 результаты проверки оказались неутешительными. У них наблюдалось повышение давления. А одну женщину медики были вынуждены в срочном порядке направить к кардиологу для дополнительного обследования. Всем потенциальным клиентам отделений кардиологии были даны рекомендации по физической активности, питанию и отдыху.